Приветствую всех на канале Дедушки Володи в столярной мастерской. Сегодняшний разговор пойдет о том, как я выставляю на фуговальном станке ножи быстро и точно. Выполняю следующие действия. Первоначальное. Переднюю часть стола поднимаю, выравниваю на одном уровне задней. Второе действие. Я установил брусок ровный, наклеил немножко скотча для наглядности вам. Нож нас немножко должен касаться этого бруска. В руки беру карандаш и отмечаем первую точку касания ножа. С обратной стороны точно так, точку касания ножа. Как бы нож заходит и выходит. Посредине это будет самая максимальная высокая точка нашего ножа. По ней надо ориентироваться. Держим вал в этом положении и клинушком поджимаем. Нож выставлен по максимальной точке. Следующее действие. Сейчас я сниму брусок, чтобы вам было наглядно видно. Я изготовил такой указатель со стрелочкой. Устанавливаем его на станок и совмещаем свою стрелочку с кончиком ножа. При дальнейшей установке все ножи буду ориентироваться по вот этому указателю. Кончик ножа и стрелочка. Все три ножа будут установлены в одном и том же положении. Это очень важно для настройки. Перед снятием ножей накануне я их промазал легкой соляркой, чтобы удалить налипшую смолу. Ножи стоят здесь тупые, старые. Сейчас сниму ножи и потом займемся установкой. После снятия ножей производим чистку вала. Клинья немножко прохожу щеткой. Они перед этим были обработаны немножко соляркой. Солярка позволяет легко обрабатывать прилипшую смолу. Заводские регулировки по установке ножа предусматривает выполнять следующее действие. Нож, когда установлен, здесь имеются болты под шестигранный ключ. Этими болтами надо производить регулировку. Скажу, что я пробовал. Очень неудобно и очень долго. Поэтому болты я немножко поджимаю. В процессе установки ножей по моему методу эти болты не пригодятся. Я их все закручиваю. Сначала устанавливаем клинья. Потом устанавливаем нож. Нож опускаем чуть-чуть ниже. И легенько подтягиваем два крайних болта, чтобы нож не вывалился в нас. Вставляем следующий клин. Вставляем нож. Берем вот такой большой магнит. И устанавливаем точно по центру этот магнит. Дальнейшее действие. Нож мы должны совместить со своим указателем. Немножко отпускаем. Магнит подтягивает нож к своей плоскости. Здесь обязательно надо совмещать край ножа. И в этом положении легенько зажимаем два крайних болта. Не снимая магнит, прокручиваем. Подгоняем следующий нож. Опускаем легко зажатые болтики. Нож прилипает к поверхности магнита. Можем регулировать ширину, даже немножко вылета. Устанавливаем точно напротив нашего указателя. И делаем легкий поджим. Поджали два крайних болта. Переходим к третьему ножу. Магнитом притянут к своей поверхности. Устанавливаем их снова по нашему индикатору. По указателю. Еще раз. Все три ножа мы поджали крайними болтами. Снимаем магнит. И окончательно производим. Сначала легенькую делаем. Затяжку всех. Трех ножей. Потом производим окончательно. Затяжку с хорошим усилием. Все, ножи установлены. Ногны должны работать с легким касанием. Произведем пробное строгание. Затяжка с холодой. Жаль, что мы маленькие, и нам дедушка дал учиться на таком маленьком инструменте. Если вам нравится канал нашего дедушки, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока!